Электоральная кампания в Беларуси набирает обороты. Сегодня подписи в поддержку потенциальных кандидатов в президенты собирают пять инициативных групп. За выдвижение действующего главы государства на предстоящих выборах уже собрано более полутора миллиона подписей. Работа продолжится до 6 декабря. Республиканская общественно-культурная акция «Марафон Единство» стартовала в Могилёве. Город стал шестой точкой на карте маршрута масштабного проекта. За два дня больше 30 событий. Гости посетят знаменитые заводы, узнают тайну воздушного президентского хлеба, посмотрят на книги, презентованные главе государства. Впереди программа, насыщенная весельем и духом единения. В рамках единого дня информирования с молодыми специалистами системы образования Бобруйска встретились председатель горисполкома Игорь Кисель и председатель городского совета депутатов Ирина Рынейская. Акцент на ключевых аспектах предстоящей избирательной кампании. Также Игорь Кисель поинтересовался, как ребята устроились на своих первых рабочих местах, всего ли хватает в городе. В свою очередь, молодёжь активно включилась в разговор, открыто выразила свою точку зрения и поделилась мнениями. В Бобруйске продолжается вакцинация против гриппа. Особое внимание уделяется самым маленьким жителям города. В первой детской поликлинике работники учреждения совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в игровой манере провели акцию, которая направлена на популяризацию прививок, защищающих от вездесущей болезни. Детская школа искусств номер два имени Ловникова приглашает на концерт творческих коллективов «Музыкальный серпантин», который состоится 12 декабря. В мероприятии примут участие народные коллективы учреждений образования. Талантливые музыканты представят программу, которая позволит зарядиться новогодним настроением и ощутить атмосферу предстоящих праздников.